Иных миров напоминания в Музее природы и человека открылась палеонтологическая выставка. Ее посвятили Александру Павлову. Именно его усилиями в Югре появилась целая коллекция древностей. В историю погрузилась и наша съемочная группа. На этом стенде самая значимая находка югорских палеонтологов. Позвонок мамонта, пробитый метательным орудием древнего человека. Прямое доказательство того, что Homo sapiens охотился в окрестностях нынешнего Ханты-Мансийска аж 130 веков назад, раскопал Александр Павлов. Памяти выдающегося ученого и посвящена выставка достижений палеонтологов Югры. Можно сказать, до его прихода в собрании нашего музея было около 100 остатков, разрозненных остатков, в основном принадлежащих мамонту. Проработав буквально 5 или 6 лет в нашем музее, эта коллекция увеличилась до 3,5 тысяч. Еще один раритет – музея природы и человека. Единственный в России отпечаток многощетинкового червя. Реликт возрастом 350 миллионов лет был найден на усть-манинском нахождении в предгорьях приполярного Урала. Это новые знания, и думаю, это должно быть интересно детям, взрослым, прикоснуться к новому, к тому, чего они не знали, знать о нашем округе, какие животные здесь водились, что здесь было море. То есть этого тоже многие не знают. Каждому посетителю экспозиции представилась уникальная возможность побывать в палеонтологическом хранилище. Кроме того, все желающие смогли в прямом смысле слова прикоснуться к истории и подержать образцы в руках. Знания получить прежде всего необходимо. Даже все об этом знают. Особенно, что у нас в нашем краю, в нашем хантоматическом округе такие раскопки были произведены. Это вообще очень интересно. Экспозиция будет работать до 5 декабря. Детей и подростков здесь ждут интерактивные викторины. А посетители постарше смогут не только ознакомиться с образцами коллекции музея, но и изучить биографии и полистать научные труды югорских геологов и палеонтологов. Александр Калачев, София Исаак, Ильдар Муратов. Телекомпания Югра. Ханты-Мансиск.